Друзья, всем привет! С нами Алексей Ворсин. Алексей, здравствуй! Здравствуй, Артем! Привет всем, друзья! Алексей является руководителем, координатором штаба Навального в Хабаровске и также он баллотировался в мэры Хабаровска. Ну, я думаю, что у нас будет сегодня очень интересный разговор. Поехали! Вопросов очень много. Итак, сегодня 7 марта, мы едем по улице Ленина и, Алексей, у меня к тебе вот первая просьба. Расскажи, пожалуйста, краткую свою биографию. То есть ты сам комсомольчанин, я так правильно понимаю, да? Ну, мне 31 год сейчас, я родился действительно в Комсомольске. Я прожил там первые 10 лет своей жизни. Потом наша семья, мои родители приняли решение уехать в город Хабаровск. Ну, вернее, вернуться. У меня мама хабаровчанка, она просто вернулась сюда, в свой родной город. И так вот я с 10 лет уже стал хабаровчанином. И здесь вот я школу заканчивал, математический лицей. И здесь же учился в политене. Моя специальность, я инженер по водоснабжению и водоотведению. Да мы с тобой коллеги в некотором роде. Я тоже в политене учился, только на машинные механизмы лесного комплекса. Вот. Вот ты, значит, закончил университет и куда ты пошел? Ну, я, скажем так, политическая моя стезя началась еще в университете. Я после второго курса, как сдал сессию, пришел в определенные оппозиционные политические движения. И так вот с 18 лет я, в общем-то, во всем этом нахожусь. Но я этим занимался на такое свободное время, на абсолютно волонтерской основе. А после института я отработал 7 лет в Дельспидстрое. Я первые пару лет работал на стройке, геодезистом работал, мастером. А потом работал уже в отделе капитального строительства инженером и руководителем группы подготовки исходных планов. Чем ты являешься сейчас и чем занимаешься в основное время? Последние два года назад я уволился из Дельспидстроя. И с этого времени я работаю в штабе Алексея Навального на постоянной основе. У нас предусмотрено, то есть работаю я, и у меня сейчас еще один человек находится в подчинении, кто работает на оплатной основе. Остальные все у нас волонтеры, добровольцы приходят и делают какую-то работу, не получая за это никакого вознаграждения. Я просто как координатор этим заниматься. Ты основное свое время, да, конечно? Да, это моя работа. Просто мы приняли решение, что нужен человек, который будет всегда каждый день приходить и открывать этот штаб. С 11 до 8 вечера должен координировать людей постоянно. Просто это невозможно совмещать с постоянной работой, если у вас есть какая-то. Поэтому приняли решение работать таким образом. Ну, я взвесил за и против, решил ставить свою карьеру инженера. И сейчас у меня это моя постоянная работа именно в этом. Слушай, я так понял, что у вас партия, она официально не зарегистрирована, да? Нам не дают зарегистрировать партию. У нас уже прошло, по-моему, 7 или 8 съездов. Мы каждый раз заполняем правильные документы, все это подаем. И каждый раз Министерство юстиции говорит, что какие-то у вас проблемы. Мы уже полностью взяли весь устав, все документы скопировали с Единой России, поменяли только название. И тем не менее все равно... Вот название не стоило менять. Я думаю, тогда бы вас зарегистрировали. Ну, тогда нельзя, чтобы название совпадали. А, точно. Да, к сожалению. То есть вас просто не регистрируют? Да, нас не регистрируют, и это просто уже напоминает такой рукошки-мышки. Совершенно, как бы, это казалось бы необъяснимо. На самом деле это просто объясняется. Если дать участвовать в нашей партии в выборах, то я думаю, что представительство мы получили бы и в большинстве регионов России, и обязательно получили бы на федеральном уровне. И я думаю, что это просто очень невыгодно власть придержащим. Они очень боятся, что вот эта критика, которую мы пока можем вести только где-то в интернете или еще где-то, она вылится, если на федеральные каналы, если хотя бы по пять минут давать говорить на Первом канале, на России. Ну, если это будут официальные депутаты, им же придется давать слово. И многие вещи скроются. Это может за собой вот этот вот эффект снежного кома потянуть расшатывание вот как раз вот этих всех схем, которые у нас, к сожалению, имеют место быть в государстве. И чиновники, замешанные крупной коррупцией, которую покрывают, они могут поплатиться своими местами. Понятно. Я так понял, что нечто подобное произошло и на выборах мэра, да, вот именно Хабаровска. Тебя же сняли с кандидатов. Да, мы действительно, мы единственные, кто собирали подписи в городе Хабаровске, единственные, их собрали успешно, даже избирком признавал, что наши 2-2 тысячи подписей абсолютно правильные. Но потом они, буквально неделя прошла, и был там кандидат подставной, который работает в управляющей компании, близкой к мэрии города. Этот кандидат потом снялся с выборов. Он на меня подал в суд, что я в моих документах нашел там ошибку. Я не написал вот в справке о доходах кандидата его супруги, я не зачерпнул слово «супруга». А зачерпнуть тебе не дали потом? Нет, я, ну, там, дело в том, что если в документах допущена какая-то оплошность, помарка, избирательная комиссия обязана уведомить кандидата в 10-дневный срок о том, чтобы он это исправил. Это можно исправить, но это же несложно мне было бы напечатать новую справку, принести им. А комиссия не выполнила и признала в суде, что она не справилась с этой работой, потому что якобы ее отвлекали, якобы там не занимались проверкой подписи и так далее. Прошло время, когда уже нельзя, комиссия не имеет права вносить какие-то изменения. Меня зарегистрировали, и тогда нашелся якобы там сторонний кандидат, а на самом деле кандидат контролируемой мэрии, который подал в суд. Это такая сложная схема, и она опробована, и я уверен, что это все было сделано совершенно сознательно. Совершенно сознательно они мне не указали на эту ошибку и дождались, когда срок истечет, и когда можно будет подать в суд. Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего возмущает и раздражает в том, как у нас управляется наш город, наш край? Больше всего. На самом деле раздражает многое. Я думаю, что если мы будем обсуждать детально практически любую сферу городского хозяйства, я, конечно, рассматриваю мэрию города, это в первую очередь городское хозяйство, это и близко мне по духу, по образованию, там везде какие-то проблемы. Мы можем обсудить общественный транспорт. Я работаю на улице Лени, например, откуда мы начали маршрут, там Ленина 7 находится наше рабочее место. И если я хочу уехать домой, задерживаться на работе, то мне это лучше сделать до 9 вечера, потому что после 9 я уже просто не сяду в автобус, потому что последний автобус уже уехал к тому моменту. То есть в 9.15 ты уже не можешь уехать? В 9.15, наверное, это последний автобус, который восьмерка, которая уходит северно, где-то в 9.15 можно сесть. В полдесятого вы уже на него не сядете. И это просто невозможно себе представить, если в Москве общественный транспорт работает до часу, до полвторого ночи спокойно, и город как-то живет. А здесь, ну как вы будете развивать какой-то бизнес, связанный со сферой услуг, если в 10 часов уже у вас ничего не ходит? Как же будут работать какие-то кинотеатры, какие-то бары? Ну, понятно, что кто-то там такси, но если каждый день куда-то ходить, гулять в центр, еще что-то делать, это уже невозможно. Только на такси. Конечно, поэтому это все, это нереально говорить о развитии города, если у вас общественный транспорт работает только привезти людей на завод и увезти людей из завода. Хорошо, еще какие-то примеры можешь привезти? Без проблем, вот можно обсудить нашу дорогу. Мы сейчас едем по улице Ленина, два года назад, если вы помните, эта улица прошла полную реконструкцию, поменяли полностью асфальтовое покрытие, несколько слоев, но если мы говорим о правильной реконструкции дорожного покрытия, то нужно начинать даже не с асфальтного слоя, а с слоя основания. Основание улицы Ленина такое же, как и везде. Основание не меняли. Да, здесь просто применяется обычный песок, который уплотняется катком, ну и там где решетка и так далее. То есть прочного бетонного основания у нас практически нигде не применяют для строительства дорог. У нас везде отсутствует система ливневой канализации. Можем посмотреть, вот после любого дождя, вот эта улица Ленина, она превратится просто в огромную лужу. Единственное счастье, что Ленина стоит на горе, и вода отсюда скатится. Ну, а для бульваров, соответственно, это несчастье, потому что вода скатится на бульваре. Да, все правильно. То есть вот мы едем сейчас по улице Ленина, посмотрите направо, налево, сколько вы увидите решеток ливневой канализации? Правильно, ноль. Ноль. То есть, ну, тут не нужно быть гением, да, вот еще древние римляне, по-моему, придумали систему отвода воды. Вода разрушит любую дорогу, самую идеальную построенную, даже если у вас будет правильное основание, крепкое, бетонное на дорогах, не такое, как у нас. Вода разрушит любое основание, здесь вопрос только во времени, когда это произойдет. Поэтому, если у вас нет хорошей системы водоотвода, к вашей дороге придет конец. Значит, что мы эту дорогу будем ремонтировать с периодичностью каждые, там, 2-3 года. Это, наверное, выгодно дорожным строителям, но не выгодно жителям. Это не выгодно бюджету, не выгодно жителям, все правильно. Давай сменим тему, еще расскажи о том, что тебя волнует. И, может быть, у тебя опыт какой-то есть жизненный, здесь хабаровский интерес. Понимаешь, Артем, меня волнует на самом деле. Можно любую тему поднимать, и я вам по любой теме могу рассказать, что мне в ней не нравится, и что бы я поменял. Я спрашивал, как я пришел в области. У меня всегда были довольно-таки критичные отношения. Не то, чтобы к власти, а вообще к жизни и к происходящему вокруг. Я ко всему отношусь критично, в том числе и к себе. И просто, возможно, одним из таких триггеров было, как вы помните, в 2004 году была проведена демаркация государственной границы возле города Хабаровска. Тогда острова Большой Суниска и остров Тарабаров перешли по новому договору о разграничении госграницы, перешли в пользу Китайской Народной Республики. В 2004 году я, насколько я помню, я закончил как раз школу, я поступил в университет, стал студентом. Тогда случилось это событие, и в тот момент, я можно сказать, это был мой первый какой-то политически осознанный шаг. Я клеил листовки по городу о том, что вот эта передача островов, она абсолютно является незаконной, неправильной, и никто не спросил мнения людей. То есть это очень неправильно и нехорошо. Тебя больше всего зацепило, что они спросили мнения, да? Меня не спросили мнения, конечно же, но так это не делается. То есть понятно, что бывает в истории человечества события, связанные с передачей земли от одного государства к другому. Это все делается соглашением с двух сторон. Но обычно такие вопросы, что проводить нужно, конечно, проведение каких-то референдумов и спросить мнения людей. Конечно, это все произошло совершенно отвратительно. Сейчас уже мы понимаем, мы здравые люди, что эту территорию вернуть невозможно, никто же не будет воевать с Китаем, да, ради этого. Это, к сожалению, ну, как бы это того не стоит. Это так же, как и мы не отдадим Крым, так же и мы не вернем. Я думаю, что... Там же нам и не вернут тоже ничего. Я думаю, что эти вопросы на десятилетие вперед определены, и это так, конечно, сейчас не произойдет. Сейчас мы просто можем посмотреть и сравнить, да, как Китайская Народная Республика, что сделал со своей территорией, полностью перекрепление проведено, по их территории оборудованы, туристические какие-то места, там, площадь Солнца, ботамический сад. То есть они ее используют, территорию? К сожалению, да. У нас это все закончилось строительством моста в никуда. Этот мост даже не связали хотя бы грунтовой дорогой с поселком. У меня на моем канале, на ютубе тоже выходил фильм, поснимали. Мы дадим ссылочку на канал, Алексей, и подписывайтесь, тоже переходите. Да, спасибо. Можно будет тоже посмотреть, то есть как обстоят там дела, это очень все показательно. И вообще, то есть как выглядит наш Дальний Восток, многострадальный территория. Ну, понимаете, что если все ресурсы, которые добивались бы на Дальнем Востоке, если бы каждый из 6 миллионов с небольшими людей, кто проживает в Дальнем Востоке, имел возможность получать какую-то определенную долю от этого души, и здесь очень-очень богат. Да, кстати, мы подошли к такой теме, действительно. Я вот вчера буквально тоже узнал, что один из моих товарищей уехал в Москву, и меня это очередной раз огорчило. Вот как ты считаешь, что можно сделать в Хабаровске, чтобы люди не уезжали, чтобы Хабаровск развивался? Какие-то основные моменты, может быть, озвучишь? Ну, здесь все очень просто. Здесь просто людям нужно отдать работу, чтобы была возможность зарабатывать себе больше денег, чем сейчас это происходит. На самом деле большинство людей склонно не так часто менять свое место проживания постоянно. Поэтому, если бы здесь были условия, то такого оттока бы не было. Конечно, там определенная часть людей, молодежи, всегда будут стремиться уехать в большие города. Да, вы можете посмотреть то же самое, может быть, и в Америке стараются все жить в Нью-Йорке. То есть молодежи, амбициозные люди, никуда от этого не деться. То есть идет переток людей в столицу все равно? Ну, это не то, чтобы в столицу, а в какие-то более крупные города. С одной стороны, это естественный процесс, а с другой стороны, он бы не был бы такой... Мы таким массовым, да? Конечно, это были бы, ну, отдельно, конечно, тот, кто объедет какие-то амбиции определенные, те бы старались бы найти, может быть, себя в каких-то столичных городах. Но большинство людей просто не уезжало, потому что в Хабаровске нечем заниматься, в Хабаровске нет работы. И, соответственно, если нет работы, нечем заниматься, значит, у предпринимателей нет дополнительных денег, которые они могли бы инвестировать в строительство, в объявление, в какую-то новую развлекательную индустрию, чтобы могло бы еще быть сильнее задерживаться. Эта вот цепочка, она работает. Ну, а что можно сделать такого, чтобы люди больше стали зарабатывать? Это вопрос новой экономической политики государства. Там уже говорим немножко, если это уже отойдем, наверное, от темы, которая ближе мне, что касается городского хозяйства и мэрии, это скорее нужно вот открыть на сайте Алексея Навального, посмотреть блок экономической программы. Здесь все сводится к тому, что, конечно, нужно, государство должно позволить бизнесу спокойно работать, чтобы убрать излишние контролирующие полномочия, убрать дополнительные излишние полномочия силовиков, чтобы они кошмарили бизнес. У нас Путин на каждом послании говорит, что хватит корма кошмарить бизнес, да, уже сколько лет проходит, а воза ныне так. То есть мы понимаем, что без этого невозможно сделать, невозможно развивать территорию, если все налоги уходят в Москву. Давайте оставляйте налоги хотя бы 50 на 50, а можно и обсудить... И другие варианты. Да, и другие варианты, конечно. Но как же здесь, в чем смысл местным руководителям, Дальневосточным пытаться развивать какой-то бизнес, какую-то активность, если все равно все деньги уйдут в Москву в конечном итоге. Никакой заинтересованности в этом нет. Вот оно с этого все рождается. Оставлять налоги в Дальнем Востоке и меньше... Может быть, повышать зарплату бюджетникам? Все правильно. Конечно, нужно и бюджетникам повышать зарплаты. А бизнес тогда заживет, потому что у людей будут деньги? Ну, понятно, что бюджетников у нас какая-то... Это же все равно определенная доля, это же не все люди бюджетники. Поэтому, конечно, им нужно повышать. Это один из вариантов, конечно, но не все варианты. Конечно, нужно начинать с налогов. Вообще, регионы должны быть не просто находиться в положении, как Москва им сказала, так они и так будут жить. То есть, почему не отдать какую-то часть полномочий, не определять это на уровне региона своими законами, и что как-то будет здесь происходить. Если ты разрешишь регионам распоряжаться своими деньгами, то, естественно, они будут сами решать, как им жить. И такое у нас было раньше, но сейчас ситуация другая. Это было в то время, когда денег было в экономике мало, и в бюджетах было мало денег, и поэтому, конечно, тогда решали вопросы выживания. И федеральный центр, он не по своей доброте давал больше полномочий регионам, а чтобы хоть как-то попытаться договориться и как-то решить экономические проблемы. Как только денег в экономике стало больше, цена, когда цены на нефть выросли, федеральный центр быстренько отобрал все эти деньги полномочий регионов. Это ненормальная ситуация, и по-хорошему вот эти все наши отношения центра и регионов должны быть закреплены каким-то более основательным документом. Это очень хорошая штука, как федеративный договор. То есть, вы помните, что у Татарстана такое в деле федеративный договор. Кстати, Татарстан очень развит относительно всех других регионов. Поэтому почему другие регионы, почему Хабаровский край не может заключить с Москвой федеративный договор, по которому четко прописать полномочия, разграничить их и работать в рамках этого федеративного договора. Мне кажется, это замечательно. Очень любопытная тема, может быть, мы ее отдельно тогда коснемся. Алексей, скажи, какие у тебя планы, политические планы, то есть, ты будешь баллотироваться в депутаты на этих выборах думских? Ну да, я собираюсь баллотироваться, потому что я все-таки считаю, что определенный багаж знаний, который у меня есть, я все-таки думаю, что его можно применить на благо города. И, ну, или там края. То есть, собрание депутатов вообще я бы так рассмотрел. Вот город и край, если бы это посмотреть, как такой большой ТСЖ, то собрание депутатов – это такое правление. То есть, человек, депутат, он должен выбираться от своего округа и представляет его интересы. Совет директоров. Да, совет директоров, который выбирается напрямую акционерами, то есть, нашими жителями, и контролирует исполнительную власть. Вот задача депутата – контролировать мэра, контролировать губернатора. Это и называется разделение властей. Эту штуку придумали до нас еще много лет назад. Ну, я так понимаю, что с самовыдвиженцем, да, ты будешь, естественно? Да, я пойду с самовыдвиженцем по сбору подписи. Это наиболее сейчас спокойный вариант, потому что, если вы будете пытаться договориться с какими-то партиями, это всегда риск, что они вас каким-то образом прокинут, снимут вас выборов, или вы просто с ними не договоритесь. Нужно договариваться с жителями напрямую. Ну, мне показалось, что очень интересная у нас беседа сегодня состоялась. Если вам понравилось или есть какие-то вопросы, замечания, пишите в комментарии. Я еще напоследок хочу спросить, Алексей, тебя, что ты думаешь там о Хабаровске, как ты относишься к этому городу, как считаешь, есть ли какие-то перспективы у нас для роста, для развития и вообще вот твое отношение к нашему городу? У меня отношение к Хабаровску на самом деле замечательное. Я считаю, что Хабаровск мог бы стать одной из столиц нашей России, если видеть, что Россия должна быть таким определенным центром экономической и культурной жизни. Просто посмотрите на его географическое положение. Мы находимся на слиянии двух крупных рек, таких крупных рек вы в мире немного найдете. Мы находимся на границе с очень крупным экономическим нашим соседом Китайской Народной Республикой, с которой, конечно, нужно экономически взаимодействовать на выгодных, конечно же, для нас условиях. Нужно привлекать сюда как можно больше туристов из Поднебесной. Пускай они к нам приезжают, привозят сюда свои денежки, ходят у нас здесь в какие-то заведения. Я не против того, чтобы построить горную зону тут же рядом с Китаем, чтобы как можно больше предпринимателей. А можно я тебе перебью вот эти вот деревья? Ты как по городскому хозяйству немножко специализируешься. И что-то тебя смущает в том, что как у нас сейчас идет тотальная вырубка и оболванивание деревьев. Или это правильно делается? Вот я когда писал программу города Хабаровска, у меня был отдельный параграф, посвященный зеленению города. Нам в целом, у нас никакой вменяемой, внятной политики озеленения города, конечно, нет. Это беда. То есть мы должны сначала определить, какими культурами мы засаживаем город Хабаровск и за этими культурами проводить определенный уход. То есть у нас большинство сейчас деревьев, сами видите, это что у нас? Тополя. Тополя, да. То есть тополь это такое дерево, которое, конечно, очень быстро вырастает, но его беда в том, что, во-первых, это пух, который все наши аллергики, люди не аллергики, очень сильно страдают. Это деревья, довольно слабая корневая система и довольно хрупкие они. Они у нас падают постоянно, каждый ветер. Это у нас какие-то машины побиты, это какие-то травмы, какие-то оборванные провода. Это все большая-большая беда. Поэтому давайте определимся, какие-то культуры нужны. Нужно, пускай, специалисты определяют, что нам нужно. И нужно проводить уход за этими деревьями постоянно, ежегодно, обновлять деревья. Если дерево пришло в негодность, конечно же, его нужно спилить, потому что никуда не деться, или залечить его, если это возможно. Вот такой вот уход должен проводиться постоянно. У нас это, честно говоря, напоминает какую-то компанейщину. То есть, понятно, есть плохие деревья, их нужно валить, а там как-то садить новые. Но у нас это все, еще раз говорю, какая-то компанейщина и четкого понятного. То есть нет грамотной стратегии? У нас ее нет, у нас есть только горзеленстрой, который подчиняется мэрии и никем не контролируется. Абсолютно непонятная, непрозрачная структура. Вот я абсолютно не понимаю, как у нас с этими листьями происходит каждый год. Мы эти листья собираем куда-то. Они куда-то повозятся в горзеленстрой. Пока их граблями собирает, там весь этот плодородный слой вместе с этими листьями собирается. Наши газоны, сами видите, как выглядят на них, там ничего не растет. Это все непонятно, как-то не красиво и не ясно. То есть какие-то газоны у нас вообще можно было бы не косить под 5 сантиметров или сколько у нас предположено по нашим стандартам. Но, к сожалению, это такой закон написан, его выкашивают. То есть где-то, может быть, если это центр города, то, конечно, нужно специальными засаживать травой, которая растет для газонов. Она будет маленькая, если это где-то не центр на окраинах, можно сделать и позволить разнотравью расти. Если это будет высота 50-60 сантиметров, я не вижу большой проблемы. Такое ощущение, что на самом деле это большое освоение денег. Вы откроете, можете на сайте госзакупа посмотреть на выкастровы. У нас каждый район города заключает по несколько контрактов в год, каждый на полтора-два миллиона на выкастровы. Никто, понятно, не контролирует. Короче, куда ни коснешься, везде какие-то вопросы возникают. Да, везде возникают вопросы, поэтому для этого нужен администрация, которая будет работать понятно, четко и открыто. Нужна дума города, которая будет контролировать администрацию и отчитываться о своей работе как-то понятно. Без этого, конечно, у нас будут огромные суммы денег уходить и посчитать непонятных граждан. Ну, а вообще, ты как думаешь, шансы есть у нас поменять здесь саму ситуацию кардинально в плане управления? Видите, в сентябре все-таки случилось, что как-то уже жители Хабаровска и края Хабаровского достало предыдущий способ управления. Губернатора мы поменяли, я думаю, что мы должны все так же обновить и депутатский корпус, и в обоих думах. Я думаю, что нужны там люди, которые будут более ответственны, будут на связи с жителями города. Спасибо большое, Алексей. Думаю, что это не последняя наша встреча, если ты не возражаешь. И ближе к выборам, а может быть и раньше, мы еще встретимся и поговорим на важные для города интересные темы. Я с большим удовольствием, и если у наших зрителей какие-то вопросы есть, вы пишите их в комментариях. Да, Алексей, ты сможешь ответить там, да, прям в комментариях? Да, я буду отвечать там вот, если какие-то будут возникать вопросы, необходимость что-то доснять, то я с большим удовольствием, зовите. Хорошо, ну все, Алексей, до свидания, всем пока. Все, всем спасибо, до свидания.